Мастатство мягкости – джиу-джитсу. Японская вольная братьба, система приема у самобороны безброи. Гэты спорт вельми развитый у панамериканских краинах. Зараз активно развивается у Европе. Беларусы вырошили не отставать. Сёння у Гомеля пройшел майстр-класс по джиу-джитсу от ведущих майстров свету. Наш корреспондент Вероника Гамзюкова наведала семинар. Идея провести встречу с свет наведомыми майстрами возникла давно, але реализовали ее только зараз. Аматоры джиу-джитсу с захоплением восприняли на вину о проведении майстер-класса, який у вынеку отрымался международным. У Гомель приехали спортсмены из России, Украины, Литвы, Латвии и США. Организаторы навод не чекали, что джиу-джитсу настолько у нас популярны. Люди, которые к нам сейчас именно на семинар приехали, они дают основу базы, с чего отталкиваться. И вот судя по тому, что на второй день что-нибудь показывают, мы понимаем, что да, база имеет огромное значение для борьбы. И вот эти нюансы, которые, казалось бы, несущественные, из чего строится в перспективе эта вся борьба, очень важны. У майстер-класса различным на три дни удельничая коля 70 человек. У Гомель приехали не только спортсмены, але и инструкторы. У программе мы учение базовых основ. Я бы посоветовал пытаться выезжать за пределы страны как можно больше, потому что спорт в Беларуси только начинает развиваться. А в разных странах даже того же самого бывшего Советского Союза он намного более развитый уже. Поэтому я бы посоветовал как можно больше выезжать, выступать на турнирах международного уровня, чтобы, так сказать, развивать экспириенс. Своим опытом делится профессор Академии Бразильского джиу-джитсу с США Фернандо Ямасаки. Он начал практиковать боевые мостатства во взрослых трех годов под керавницей своего батьки, мастера дзюдо Шигеру Ямасаки. С початка удельничал с поборницей по греко-рымской вольной борьбе. Выиграл все основные национальные титулы на дорослом и юниорском узровне. Затым познайомился с джиу-джитсу. Зараз он живет в США, где разом со своим братом выкладывается в семейной Академии Бразильского джиу-джитсу. На майстер-классе у Гомеля присутничал и олимпийский чемпион Игорь Макаров. Почас привитания Фернандо Ямасаки отзначил, что хотел бы приехать в Беларусь еще раз, как патронироваться разом со знакомитым джиу-джитсом. Джиу-джитсу – это ж смежное джиудо, очень сильно. То есть они больше в партере работают, мы больше в стойке, но может что-нибудь новое подсмотрю. Як означали замежные инструкторы, узровень у гомельчан довольно высокий. И коли наши спортсмены протягнуть выучать новые техники, поспех не примусит себе долго чекать. Вероника Хамзюкова, Павел Антонов, телерадо и компания «Гомель».